Здравствуйте, аварийная служба, диспетчер Катяна. Диспетчерская служба, можно сказать, сердце и основное звено эксплуатирующей организации. Именно сюда стекается вся информация о случающихся в теплоэнергетическом хозяйстве аварийных ситуациях. Диспетчерская служба, она призвана для того, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, а в случае ее возникновения в кратчайшие сроки ее ликвидировать. Поэтому первый удар диспетчерская служба принимает на себя. Работа в диспетчерской кипит круглосуточно. В каждой из четырех смен по пять диспетчеров и один старший. Все профессиональные и стрессоустойчивые. Отчасти даже психологи, ведь общаться с людьми приходится постоянно. Надежда Андреевна здесь уже 38 лет. Признается, работа немало, зато интересно. Ну не все, все знать невозможно, конечно, даже вот с каждым днем постепенно, потому что все меняется, понимаете? И информация меняется, и технологии меняются. Поэтому каждый день что-то новое познаешь, каждый день обучаешься. Одна из новаций – интерактивный экран, на котором можно увидеть полную схему сетей водоснабжения и отопления Одинцовского округа. Объектов много. Только сейчас их нанесено порядка 22 тысяч. И работа по систематизации идет постоянно. Мы стараемся нанести все участки, то есть, где и сети, трубы, коллекторы, камеры, фотозаборные узлы, ЦТП, котельные. Ну, то есть, все объекты, которые мы управляем, в том числе и даже не только наши, но и объекты Одинцовского округа, которые находятся на обслуживании и балансе других муниципальных предприятий ЖКХ. То есть, мы стараемся собрать полную картину контроля всех систем ЖКХ. Для эффективного внедрения системы цифрового контроля и управления объектами жилищно-коммунального хозяйства все водозаборные узлы и котельные постепенно переводят на автоматизированную работу. У Одинцовской теплосети есть проекты и по контролю центральных тепловых пунктов. Сейчас предприятие их активно внедряет. Все это позволит поднять работу ЖКХ на качественно новый уровень. Ведь сегодня главное – предсказать потенциальную возможность аварий, а не получить очередное сообщение от жителей. Даже на начальном этапе внедрения, вот в ИЗУ Чуприкову, наиболее отдаленные объекты у нас, наша система даже на этапе внедрения уже словила, во-первых, несколько аварийных отключений. То есть, мы уже здесь, сидя по графикам, по системе мониторинга, мы заметили, что, например, там отключились насосы скважины, и нужно срочно, соответственно, принимать меры. То есть, люди были отправлены, то есть, город без воды не остался. Планомерная работа на перспективу ведется и на другом объекте в деревне Чуприкова – котельной. Она действует с 1982 года. Котельная мощная, однако сети уже изношены. Поэтому силами эксплуатирующей организации ведется замена участков теплотрассы до ЦТП. В прошлом году уже было заменено 130 метров. И работы продолжаются. Ведь опыт по модернизации и реконструкции таких объектов у предприятия колоссальный. Один из последних ярких примеров – котельная в военном городке Кубинка-10. Когда в 2018 году мы приняли эту котельную в состав Одинцовской теплосети, просто была масса жалоб со стороны жителей. В домах просто не было тепла. Ни горячей воды, ни тепла, ничего не было. За год работы мы все это дело наладили. Заменили теплотрассу, которая была совсем дырявая. Установили новый котел, запустили его в работу, установили автоматику, в общем, привели котельную в должный вид. Жалоб сейчас практически нет. Люди довольны тем, что там произошло, какие изменения произошли с приходом Одинцовской теплосети. И так было всегда. Муниципальное унитарное предприятие «Одинцовская теплосеть» было создано решением МОСОБЛ-исполкома от 1 июля 1972 года. Как межрайонное. Оно появилось на базе Звенигородского, Одинцовского и Усово-Барвихинского участков, а также с присоединением Можайского и Русского районов. При этом регулярно в ведении организации передавали новые теплоэнергетические объекты, которые необходимо было обслуживать и модернизировать. Передавались котельные на угольном топливе, на жидком топливе. И в процессе работы нашего предприятия, вот в этом году 50 лет, проводилась работа по централизации теплоснабжения, ликвидации мелких нерентабельных котельных путем их закрытия и присоединения к более крупным теплоисточникам. Александр Иванович трудится здесь с самого основания предприятия. Энергетик не только по образованию, но и по призванию. Пришел начальником участка, был главным инженером, сейчас руководит управлением по теплоснабжению. За время упорной и добросовестной работы в его копилке появилось немало заслуженных наград, которыми он по праву гордится. Сегодня Александр Голубев – заслуженный работник ЖКХ России и Московской области, почетный энергетик страны и ветеран Одинцовского района. Он до сих пор не мыслит жизни без своей любимой работы. Прежде всего, это мне нравится моя профессия, нравится то, что результаты нашего труда, они незаметны, они невидимы, но они осязаемы моментально. Это создание комфорта в виде отопления, в виде горячего водоснабжения. Поверьте, это все непросто. Непросто. Сама работа. Второе. Нравится, что в этой работе можно прилагать свои знания, как самому совершенствоваться, так и обучать молодых. Молодых обучают и другие сотрудники Одинцовской теплосети. Ведь среди них немало тех, кто посвятил жизнь этому предприятию. На ЦТП номер 7 трудится слесарь по ремонту оборудования. Алексею Самсонову 68. 40 из них он проработал здесь. Это привычка просто. Я знаю все, что куда течет и зачем, и почему это течет. Вот и все. Поэтому я и работаю. Сначала было интересно, потом всему научился. Ну, много я проработал. Около 40 лет на предприятии и слесарь по ремонту оборудования в 4-й котельной Вячеслав Петров. Вспоминает, сначала обслуживали лишь 2 ЦТП, работали на старом оборудовании, и мощность была небольшой. Сегодня котельная работает на 22 тепловых пункта в 4-м и 5-м микрорайонах Одинцова. Несколько лет назад здесь установили современное оборудование и новый 60-мегаваттный котел. Трудиться стало еще интереснее. Увеличиваются объемы, постоянно строятся новые объекты, дома, школы, сады. У нас нагрузки увеличиваются, новое оборудование ставим, обслуживаем его постоянно. И вот приходится, как говорится, не отдыхать, а работать. К оборудованию все современное уже здесь у нас. Постоянно учитесь и чему это. И нравится мне, чтобы было людям тепло и радостно от нашей работы. За полвека Одинцовская теплосеть не переставала обеспечивать теплом жилые дома и социальные объекты города, района, округа. Сегодня это одно из крупнейших предприятий жилищно-коммунальной сферы Подмосковья, которое идет в ногу со временем. Модернизирует сети, заменяет оборудование, внедряет современные технологии. В эксплуатационной ответственности Одинцовской теплосети находится 96 котельных, 144 объекта водопроводно-канализационного хозяйства, более 1000 километров инженерных сетей, 300 километров электросетей, 19 трансформаторных подстанций и 940 многоквартирных домов. При этом самым важным для сотрудников предприятия всегда оставалось одно – создание тепла и уюта для жителей. В течение 50 лет ежедневно, круглосуточно и без выходных несут вахту диспетчеры, сотрудники аварийной службы, операторы котельных и насосных станций. Сегодня на предприятии трудятся более 2500 профессионалов. Все они объединены одной целью – создать комфортные условия для проживания каждому жителю и потребителю услуг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok